здравствуйте александр добрый день приветствуем всех кто смотрит очередной прямой эфир из ряда тех которых мы планируем провести с экспертами в области выборов обсуждая проблему проведения выборов в условиях прямой и массовой угрозы здоровью а также кризиса вызванного пандемии я наталья цуркан у тренер центра непрерывного образования в избирательной сфере с нами сегодня эксперт александр орехов и мы поговорим о парламентских выборов в кыргызстане который на данный момент должен состояться 4 октября александр по образованию юрист старший программный менеджер представительства международного фонда избирательных систем айфис кыргызской республики преподаватель вузов член рабочей группы по реформированию избирательного законодательства а также тренер международного уровня брич александр спасибо что нашли время и смогли и согласились поговорить с нами поделиться вашей точкой зрения по вопросу выборов и пандемии который интересует нас всех час а тем кто нас смотрит напоминаем что у нас наш центр проводит эти дискуссии с целью предоставить молдавским избирателями другим субъектом избирательного процесса информацию о проведении выборов в условиях пандемии на примере разных стран так как в молдове должны состояться президентские выборы в этом году 1 ноября но александр мы с удовольствием и с большим интересом послушаем вашу презентацию добрый день добрый день зрителям наверное я вначале расскажу общую ситуацию на который у нас складывается в связи с парламентскими выборами и потом мы перейдем уже к пандемии к тем условиям которых все наши страны оказались перед проведением выборов но у нас сложилась в кыргызстане интересная ситуация потому что у нас перед парламентскими выборами должны были пройти местные выборы то есть выборы депутатов в местные кенеши это советы если говорить по-русски вот и эти выборы у нас должны были пройти 12 апреля но 26 до марта вышел указ о введении чрезвычайного положения в стране и о введении комендантского часа и карантина и в связи с этим выборы в местные кенеши были приостановлены то есть они были начаты были проведены ряд действий со стороны партии и затем по закону у нас конституционному закона если вводится режим чрезвычайного положения то выборы проводить соответственно невозможно и вот местные выборы были приостановлены и до настоящего времени они не возобновлены и выборы в местные кенеши не состоялись то есть они до сих пор сейчас по статусу считаются приостановленными есть постановление нашей центральной избирательной комиссии потому что выборы приостановлены но не нет другого постановления о том что они возобновятся или пройдут вместе с этим указом президента как вы уже правильно заметили 4 октября 20 года назначены выборы в парламент то есть вот для юристов это такая интересная ситуация одни выборы в стадии приостановки оказались да и другие выборы назначены уже указом президента и они состоятся уже идет подготовка к этим выборам если не будет введен там в октябре или в сентябре чрезвычайное положение снова связи с эпидемией то выборы состоятся потому что единственным конституционным и законным способом отмены выборов является только чрезвычайное положение по нашему законодательству если его не будет выборы будут проходить поэтому вот это первый такой интересный случай я тоже говорил с коллегами из разноста где-то выборы отменили просто где-то они уже состоялись но в случае чтобы выборы одного уровня были приостановлены и назначены другие я еще не встречал поэтому в этом смысле пока уникальной ситуации находимся но касательно выборов в крыльской республики нас выборы проходят нас парламентская система знаете об этом и просто зрителям напомню выборы проходят у нас только по партийным списком то есть только партии является субъектами выдвижения кандидатов вот выбора объявлены на данный момент 100 значит партии заявили о намерении участвовать в выборах и до 20 августа по нашему закону они должны провести свои съезды и выдвинуть уже списки зафиксированные списки кандидатов от каждой партии и внести избирательный залог и совершить другие необходимые действия пока на данный момент о своих намерениях участвовать в выборах у нас заявили 44 партии вот мы на данный момент в Кыргызстане имеем такую политическую активность 44 партии намереваются участвовать в выборах обычно из практики могу сказать что в конечном итоге количество партий которые будут реально принимать части будет меньше конечно потому что это связано и с проведением съездов это связано с предоставлением необходимых документов для уже регистрации списка и это связано с внесением залога поэтому после вот этих действий после 20 августа скорее всего количество уменьшится немножко но в целом это вообще-то считается большой активностью политической 44 субъекта касательно каких-то особенностей законодательных проведения но вы знаете что кыргызстан одним из первых вел и автоматические считывающие урны и биометрическую идентификацию избирателей эти все меры уже один цикл выборов применялись и эти парламентские выборы тоже будут происходить с использованием автоматической биометрической идентификации граждан и с использованием автоматических урн которые считывают и определяют вернее подводят итоги голосования в автоматическом режиме хотя по законодательству нас предусмотрен не ручной подсчет для перепроверки но тем не менее вот автоматизированная система уже активно в нашем избирательном процессе используется участка вот еще одним интересным моментом который наверное тоже юристом и экспертом в области выборов интересны вот у нас буквально позавчера президент подписал поправки и у нас впервые в нашем законодательстве введена ответственность избирателя за продажу голоса то есть я видел и сравнивал законодательство других стран в основном ответственность за подкуп всегда лежала на кандидате там определен субъект там кандидат его близкие родственники там доверенные лица да такие субъекты определены за подкуп но вот у нас законодательстве определилась впервые ответственность самого избирателя за получение материального вознаграждения за голос за того или иного кандидата или партия надо сказать у нас была проведена реформа у нас уголовный кодекс разделили на три кодекса у нас стал теперь уголовный кодекс кодекса нарушениях и кодекса проступках то есть из одного кодекса с стало три кодекса это зависит от степени тяжести значит совершено деяние и там уровень гуманизации и степень смягчения наказания там есть штрафы и так далее но вот сам факт что избиратель впервые будет нести ответственность я думаю что это тоже впервые я пока не встречал еще будет законодательство вот причем у нас избиратель может быть освобожден по этой статье ответственности если он сообщил намерениях его подкупить за того или иного кандидата а вот если он не сообщит и будет пойман то будет нести ответственность нам правда ответственность в виде штрафа но тем не менее это такое решение наших депутатов наших законодателей и президент эти поправки подписал и партии у нас проходят семипроцентный барьер который нужно преодолеть для распределения мандатов у нас в этой связи тоже была интересная ситуация потому что законом ранее был принят девяти процентный порог и этот девяти процентный порог еще ни разу не применялся то есть пять лет назад пятнадцатом году парламент был избран по семи процентов порогов потом ввели неси изменения значит вели девяти процентный порог но вот ближе к выборам партии в том числе которые находились в парламенте фракции и партии, которые не в парламенте, начали поднимать этот вопрос, возмущаться, обосновывать, что это слишком большой порог для нашей республики. И порог снова был снизен до 7%. Таким образом, 9% порог мы как бы не попробовали на практике. Он был снова отменен, и мы вернулись к 7% порогу. Ну, есть еще ряд более мелких изменений, но я думаю, что мы не будем углубляться. Это вот такие основные интересные вещи, которые касаются законодательства, которые, мне кажется, было бы интересно услышать и понять, что вот мы примерно в таких условиях у нас будут проводиться выборы в парламенте. Это вот то, что касается законодательных оснований. Вот. Что касается самой пандемии, то здесь, мне кажется, наверное, все страны столкнулись с этим неожиданно, и вряд ли кто-то специально готовился. И поэтому здесь основной вопрос заключается в том, насколько органы законодательные в разных странах готовы к тому, чтобы быстро и оптимально менять законодательство, в том числе избирательные, под условия новой пандемии, там, каких-то новых режимов, которые требуются, да. Ну, вот у нас в Кыргызстане такая ситуация, что у нас парламент в данный момент находится на каникулах. Это закончилась сессия в июне, да, и парламент до сентября находится на каникулах. Соответственно, сейчас принимать какие-то поправки нет возможности, а избирательное законодательство у нас, в частности, выборы депутатов, регулируется конституционным законом. Таким образом, это особые условия принятия, да, потому что закон конституционный, более сложный режим принятия. Поэтому каких-то поправок касательно пандемии напрямую в избирательное законодательство у нас на данный момент не принято. Соответственно, вся нагрузка, она легла вот на органы, организующие выборы. У нас это называется Центральная комиссия по выборам и проведению референдума. И те меры, которые будет предпринимать Кыргызская республика при проведении выборов депутатов парламента, они будут регулироваться постановлениями, инструкциями Центральной избирательной комиссии для ниже стоящих комиссий. Думаю, что еще нужно сказать, что меры в принципе эти будут приниматься, как и общеизвестные меры, да, то есть это средства индивидуальной защиты. на участках, это маски, это санитайзеры, это соблюдение социальной дистанции. И для этих целей, соответственно, будут закуплены дополнительные средства, да, выделены на это дополнительные средства и дополнительные меры этой защиты будут закупаться, которые раньше, естественно, ну не могли быть предусмотрены в бюджете. Но тоже нужно сказать, что в принципе, по большому счету, бюджет, который был выделен на проведение выборов, у нас в Кыргызстане бюджет был зафиксирован на 2020 год на уровне 732 миллиона сомов. Это, если говорить, если более понятно будет, это где-то около 9,5 миллионов долларов изначально предполагалось выделить на выборы. Но в связи с тем, что ЦИК пошел по пути оптимизации бюджета, они недавно утвердили своим постановлением окончательный бюджет. И этот бюджет был утвержден в сумму 446 или 447 миллионов сомов, то есть примерно где-то 5,8 или около 6 миллионов долларов. То есть ЦИК удалось оптимизировать и снизить, наоборот, бюджет и расходы на проведение выборов. Интересно. За счет чего это было сделано? Да, это было сделано, но здесь нужно два фактора учитывать. Первое, ЦИК своими средствами и ресурсами постаралась оптимизировать процесс подготовки и в частности, например, это коснулось обучения. То есть если в бюджете, например, было предусмотрено проведение очных мероприятий по обучению, то есть тренинги, выезды ниже стоящих комиссий, то практически большая часть этих мероприятий была переведена в онлайн режим. И, соответственно, проведение обучения посредством площадок и платформ для обучения, они, соответственно, позволили оптимизировать расходы на физическое проведение тренингов. Кроме того, доноры также оказали помощь в закупке этих средств, которые Центральная комиссия обозначила как необходимые. В частности, вот та организация, которую я представляю, Международный фонд избирательных систем, АЭФИС, тоже в этом процессе участвовала. Таким образом, вот оптимизация внутренних статей расхода Центральной избирательной комиссии, то есть это расходы на обучение, расходы на оплату работы членов комиссии, оптимизация доставки бюллетеней и так далее, и так далее, плюс участие и помощь доноров, они вот позволили существенно сократить бюджет на проведение выборов и, соответственно, сэкономить бюджетные средства на борьбу с пандемией, которая требуется сейчас к другим ведомствам, государствам. Поэтому сказать, что у нас избирательный процесс утяжелился в плане финансов и стал более дорогим, наоборот, он у нас оптимизировался и стал по сравнению с первоначальным предполагаемым бюджетом, он стал более дешевым в этом смысле. Вот. И также нужно сказать, что, в принципе, те меры, которые будут предприниматься, они тоже учитывают опыт других стран, в которых уже были проведены выборы, да, в частности, вот, например, Айфис глобально тоже собирал практику, привлекал медицинских работников и издал такое пособие о проведении выборов и в необходимых мерах по проведению выборов, и особенно при контакте непосредственно избирателя на участке. И это пособие было также переведено на русский язык, и английский язык, и Айфис передал данное пособие в Центральную избирательную комиссию, и Центральная избирательная комиссия будет разрабатывать свои положения внутреннего порядка голосования с учетом вот мировой международной практики тех стран и советов тех работников медицины авторитетных, которые предполагают какие-то определенные конкретные действия для безопасности и избирателей, и членов избирательных комиссий, которые на местах будут работать. Вот это если короткий такой обзор делать, и, возможно, если будут у вас уточняющие какие-то вопросы или вопросы от зрителей, то я мог бы что-то более подробнее сказать. Спасибо большое, Александр. Я возьму первый вопрос. Как вы думаете, в этой ситуации за выборами смогут наблюдать международные наблюдатели? Повлияет ли отсутствие или небольшое количество международных наблюдателей на доверие к выборам? Вопрос такой, который мы тоже задаем, и этот вопрос, он тоже не неожиданный, мы думаем тоже об этом, но вот, насколько я знаю, Центральная избирательная комиссия наша, она в полной мере сейчас ведет переговоры и работает с международными организациями, и большими, такими как ВДИЧУ, БСЕ, ВОДИР-миссия, и организациями там Межпарламентской ассамблеи, СНГ и другими организациями, и Центральная избирательная комиссия направляет приглашения для участия в наблюдении международных миссий. То есть, со своей стороны ЦИК делает все обычные шаги, которые предполагали наличие большого количества международных наблюдателей. С другой стороны, пока у нас непонятен вопрос с авиасообщениями международными, и на данный момент никто не может точно сказать, насколько они смогут именно физически прибыть, но я знаю, что миссии, которым поступил уже запрос от ЦИК, они сейчас проводят исследования, мониторинги, эволюшины, которые позволят им определить размер миссии, порядок участия, долгосрочное или краткосрочное наблюдение. То есть, в этом смысле работа ведется, но, повторюсь, мы не можем сказать за решение правительства в части открытия или закрытия воздушных сообщений. Пока с этим сложно. Спасибо большое. Еще один вопрос. Как и если ЦИК Кадыстана сотрудничает с политическими партиями для проведения выборов в условиях максимальной безопасности для здоровья? Насколько мне известно, Центральная избирательная комиссия сейчас как раз запустила ряд семинаров, онлайн-семинаров и трейдингов практического свойства именно по работе с политическими партиями. То есть, эти семинары сейчас касаются финансовых отчетов, порядка регистрации и других вопросов, которые обычно волнуют партии. Все эти вопросы сейчас проводятся в виде онлайн-тренингов для политических партий. Единственное, вот такой тоже нюанс, это тоже, опять же, такой юридический момент, который, может быть, тоже будет интересен эксперту, специалистам. Партии все время спрашивают, что их действия могут ли быть тоже онлайн, потому что они, например, партии, все должны провести съезды по выдвижению кандидатов и списков кандидатов от каждой партии. И в связи с таким непростым условием этой вируса и пандемии, они обращаются в ЦИК с вопросами, например, о том, могут ли они тоже онлайн провести с такой съезд и определить список. Но, опять же, как бы никто бы не был против, но в законе написано, что партии должны выдвигать список путем тайного голосования. То есть делегаты на съезд партии должны делать тайное голосование по одобрению списка кандидатов. Соответственно, провести тайное голосование, скажем, в онлайн-режиме затруднительно. Голосование по почте у нас не применялось ни на каких видов выборов. Возможно, партии придумывают для себя какое-то решение, не нарушая закон, но напрямую они должны это сделать тайным голосованием, и это должно быть подтверждено протоколом. Поэтому вот такие вот встречные вопросы и казусы, потому что, повторюсь, это не вина нашей Центральной комиссии или не вина партии, это просто законодательство, которое не было готово и не предусматривало какой-то особый порядок и пандемию, естественно, не могли предусмотреть закон. Спасибо большое. И еще один вопрос. Как по вашему мнению, что сейчас более рискованно социально и политически? Отложить выборы или организовать их? Ну, здесь, наверное, если вы спрашиваете про Кыргызстан, то я однозначно могу сказать, что дискуссии поднимались в самом начале, до того, как вышел указ президента в июле в начале по назначению выборов. До указа президента были дискуссии, были разные мнения. Но когда вышел указ президента, и было разъяснено, что, в принципе, кроме введения чрезвычайного положения, юридических оснований нет не назначать выборы. То есть и в Конституции, и в Конституционном законе о выборах написано периодичность, 5 лет срок парламента, и назначение выборов предусматривается, и не назначить – это означает нарушить напрямую законодательство. То есть непроведение выборов должно под собой иметь юридическое основание. Такого основания, кроме введения режима чрезвычайного положения, нет в нашей стране. Что касается других стран, которые законодательства, может быть, я не знаю, или, может быть, там нет таких жестких ограничений, то это всегда вопрос, опять же, периодичности, конституционности сроков избираемых органов. То есть если орган или единоличный орган президента избирается там сроком на 5 лет, или на 6 лет, или на 4 года, и срок его полномочий приходит, то для его продления этого срока без выбора должны быть, опять же, юридические основания. Мне кажется, что противники и юристы всегда найдут очень много оснований, что, например, решения органа, которому продлили вот такой срок без выборов, могут признаваться, например, нелегитимными. Продление срока без выборов может оказаться незаконным с точки зрения и юридических норм, и каких-то социальных норм. Поэтому скорее не проведение выборов скорее все-таки более опасно, чем проведение выборов. Потому что, повторюсь, если страна находится в чрезвычайном положении, полностью на карантине, тогда, естественно, понятно, почему нельзя что-то делать. Если страна находится в каком-то ограниченном, но все же обычном режиме, то есть люди ходят на работу все равно, люди ходят в магазины, в супермаркеты, люди совершают какие-то действия, подают документы, да, некоторые даже женятся, например, да, то почему нельзя сходить на выборы? То есть с точки зрения, мы говорили с медиками, говорили с экспертами, и с точки зрения, скажем, самого физического процесса прибытия на участок и, скажем, получения бюллетеня, оно не насколько опаснее, чем, скажем, проехать в общественном транспорте или зайти в супермаркет после работы в час пик, когда все пришли в супермаркет после работы, да. То есть если предпринимать надлежащие меры разумные, там, социальная дистанция, маска, там, средства гигиены, да, то это не более опасное действие голосования, чем другие действия, которые ежедневно совершаются гражданам. Поэтому, а вот последствия обратные, неназначения выборов, они могут быть гораздо сложнее, на мой взгляд. Спасибо большое. И в продолжении к этому вопросу, здесь нас спрашивают, обсуждается ли сейчас возможность переноса октябрьских выборов? Если да, то кто продвигает эту идею? Политические партии, больше всего? Гражданское общество или избиратели? Ну, вначале были отдельные эксперты и отдельные представители политических партий, которые за это выступали, я уже говорил, но после того, как указ вышел и подготовка началась, все поняли, что, в принципе, этот диалог уже не актуален. То есть, если будет ситуация ухудшаться, эпидемиологическая, если будет введен режим чрезвычайного положения, однозначно выборы будут отменены. Если этого не случится, то выборы состоятся, и, в принципе, по этому поводу дискуссий уже все меньше и меньше. То есть, уже есть уверенность, что они будут 4 октября? Я думаю, да. Другой вопрос, вот некоторые поднимают, как бы параллельные вопросы с этим, то есть, если не отмена выборов, то тогда, скажем, активность партии, возможность их агитации, скажем, активность избирателей, явка избирателей на участок. Вот эти вот сопутствующие вопросы, они сейчас вот в обществе порождают дискуссии. Но, опять же, поскольку у нас нет порога явки, например, на парламентские выборы, то с юридической точки зрения можно точно сказать, что, опять же, выборы состоятся, точно состоятся. Какова будет окончательная явка? Вот здесь можно порассуждать, понаблюдать за настроением. Но, опять же, видите, вопрос явки избирателей, он может быть связан с пандемией, но, может быть, и какие-то другие вопросы, а списывать все будут на вирус, на пандемию и на какие-то опасения. То есть, те, кто не ходил на выборы, они, наверное, и не пойдут в обычных условиях, они же и не пойдут вот в таких условиях, более сложных условиях вируса. А те, кто ходил и активно ходил, то, наверное, они найдут возможность пойти и на эти выборы тоже. Ну и плюс партии сами заинтересованы в получении голосов, и, скорее всего, у нас агитация еще не началась, но, скорее всего, впереди работа партии, и партии в том числе будут работать по активизации явки своих избирателей на участке. Спасибо большое. Здесь еще вопросы по поводу обучения. Я один из них прочитаю. Проведение информационно-обучающего характера мероприятий с избирателями, служащими в избирательной сфере предполагается ограничивать решениями ЦИК или в зависимости от ситуации? Вы уже говорили раньше про... Да, здесь я вот, смотрите, здесь, в принципе, надо делить, наверное, на субъекты. Если это касается ЦИКа, то ЦИК своими решениями определяет, как обучать нижестоящей комиссии, как обучать партии. И вот ЦИК пошел по пути и начал, например, проводить семинары, я уже сказал, для партии в онлайн-режиме. Если говорить, скажем, о агитации партии непосредственно, то надо говорить о том, что партии сами будут выбирать в конечном итоге способы агитации, которые предусмотрены законом. Некоторые партии, скажем, боятся и не пойдут на, скажем, встречи с избирателями. Возможно, они постараются какие-то вещи сделать тоже онлайн. Что касается просто просвещения избирателей в отношении процедур, в отношении дня выборов, в отношении мер, которые будут на участках, приняты медицинских в том числе, то ЦИК сейчас активно разрабатывает технические задания, сценарии и пытается снять как можно больше информационных роликов, которые будут крутиться по ЦИК. Это инфографические ролики, игровые ролики на двух языках с судно-переводом, которые донесут до избирателя информацию в отношении того, какой будет порядок голосования, какие особые меры будут и так далее. То есть, в принципе, работа, которая проводится и проводилась до этого, она же продолжается, только она будет в виде, в большей степени, в виде информационных видеоматериалов, которые будут транслироваться по телевидению. Спасибо большое. Здесь в комментариях люди благодарны за всю вашу информацию и спрашивают, хотела бы узнать, какие, по вашему мнению, этапы избирательного процесса труднее всего провести в этих условиях. По моему мнению, но мое личное мнение, что сейчас партии стоят перед выбором, то есть кандидаты и политические партии стоят перед выбором, и от них больше требуется сейчас находчивости и выхода из ситуации. Потому что государственные органы, они в принципе, у них есть способ, то есть есть решения, приказы, постановления, которые обязательно для нижестоящих органов, и они в принципе медленно, но планомерно перешли к онлайн-режимам, к видеосвязям и так далее, и в принципе это не влияет на качество подготовки. То есть, например, ЦИК готовится в таком же плане, который разработан в календарном плане. Он пошагово делает. А вот партии, мне кажется, потому что, я не знаю, например, как в вашей стране, но у нас самым популярным и самым действенным продолжало оставаться прямые встречи с избирателями. То есть масштабные мероприятия, к которым все привыкли, кандидат приехал, избиратели вышли, на стадионе собрались или в зале в каком-то, говорили, задавали вопросы, что-то обещали. И это любимый способ агитации кандидатов. И вот как раз-таки в условиях ограничений и страха самих избирателей, наверное, вот этот вид агитации, он должен претерпеть изменения. Поэтому, на мой взгляд, вот в такую, не то что сложную, но в особую ситуацию как раз попали партии. И вот те партии, которые сейчас смогут быстрее выйти к избирателю с помощью новых технологий, с помощью соцсетей, с помощью новых видов агитации, вот они сейчас будут опережать своих конкурентов, мне кажется. Поэтому, да, партии, партии. Здесь у нас есть еще вопрос, я, наверное, возьму последний, он может быть таким завершающим. Какие принципы проведения выборов, по вашему мнению, труднее всего с обменами слов, гражданской пандемии? Или можем ли? Ну, принципы я не думаю, потому что те принципы, которые заложены наши, но в принципе в нашем законодательстве это не новые принципы, это все те же принципы, да, там принцип прямого голосования, равного голосования, тайны голосования, там периодичности выборов, да, и так далее. Я думаю, что наибольшим неприменительно к Иргызской республике, а в целом в мире сейчас, потому что самая интересная дискуссия начинается об альтернативных методах голосования. В условиях пандемии особенно этот диалог начинает быть таким актуальным, да, и, соответственно, называется, естественно, голосование по почте, голосование по интернету, голодают, тем более есть страны, которые это применяют. И вот мне кажется, что в новых условиях голосования все-таки принцип тайности голосования, он наиболее под угрозой, потому что обеспечить полную тайну голосования избирателю при новых методах голосования, это вот основная задача и государства, и партии, и органов, которые организуют выборы. И второй принцип, который тоже может пострадать из-за новых методов голосования, это свобода воли изъявлений. То есть нам надо точно знать и быть убежденным в том, что если избиратель, находясь где-то там возле компьютера или там возле почты, что на него в этот момент никто не оказывает давление, никто не подкупает его, потому что наблюдателям увидеть этот процесс совершенно невозможно. В любой точке страны избиратель может нажать кнопку на ноутбук и проголосовать. И главное, чтобы в этот момент его свобода воли изъявления, она была обеспечена в полной мере. Вот, на мой взгляд, тайность голосования и свобода воли изъявления. Наверное, это и будет новой тенденцией. Это новый вызов. Это новый вызов для всех стран, которые будут применять новые способы голосования. Александр, спасибо большое за всю предоставленную нам информацию и за точные ответы на вопросы тех, кто за нами следили в течение прямого эфира. И напоминаем, что сегодня мы обсуждали тему проведения выборов в условиях пандемии на мере выборов в Кыргызстане с экспертом Александром Ореховым. Спасибо, что были с нами, задавали вопросы и делились комментариями. Больше информации, также это видео вы сможете увидеть на странице нашего центра в Facebook, на канале в YouTube, а также на сайте чсг.медик, где вы сможете найти побольше информации. Спасибо еще раз большое, Александр, за проведенное время с нами, за всю эту информацию. Спасибо, успехов, успехов подготовки. До свидания. Спасибо. Спасибо.